У нас социализм не просто строится, а уже вошёл в быт, повседневный народ. Лет десят тому назад можно, когда ещё дискуссировать, о том, можно ли у нас строить социализм, нельзя. Теперь это уж не дискуссионный вопрос. Теперь это вопрос фактов, вопрос живой жизни, вопрос быта, который пронизает всю жизнь народа. Сталин и кадры. Канегла Статьяна Владимировна, член Российского комитета рабочих. Приготовится Порошин Евгений Александрович. Сталин и кадры. Кадровая политика – это важная часть политики государства. Если говорить о управлении страной, то кадры – это один из главных рычагов управления. Многие выступления Сталина посвящены кадровой политике, работе с кадрами. Сталину досталось наследство, разорённое двумя войнами страна. Хозяйство за годы войны израсходовало почти все запасы топлива, металла, другого сырья. Износило станки, оборудование, инструмент. Многое требовалось капитально ремонтировать. Многое требовалось создавать заново. Советская власть в первые же годы после революции взяла на службу сотни и тысячи буржуазных специалистов и инженеров, остро нуждаясь в квалифицированных кадрах для восстановления промышленности. Но эти люди не были сторонниками советской власти. Их сотрудничество с нею было вынужденным. Они многие относились к ней враждебно. Они считали приход большевиков к власти случайным. И надеялись, что в стране снова произойдёт восстановление капитализма. Успехи НЭПа их сильно обнадёжили. В 1927 году, когда ситуация в стране, в мире обострилась, и во Франции стали обсуждать планы повторной интервенции в Россию, инженерство стало готовить экономический саботаж. Нам известно только два дела. Шахтинская и промпартии. Но есть подозрение, что далеко не все вредители были выявлены. В 1928 году, выступая на собрании актива московской организации, Сталин сказал, что шахтинское дело показало, что мы плохо подбирали наши хозяйственные кадры. Тогда это было неизбежностью, так как своих пролетарских кадров ещё не было. Они появились после 1925 года, когда прошли первые выпуски советских вузов. Но эти кадры были ещё плохо подготовлены. Они учились по книжке и плохо представляли собой, что такое производство. Сталин делает вывод. Надо изменить их обучение, чтобы молодые спецы с первых же лет своего обучения в Афтузах имели неразрывную связь с производством. Следующий вывод Сталина. Надо втягивать рабочих в дело управления промышленностью. И, наконец, Сталин говорит, надо улучшить дело проверки исполнения поставленных задач. В том же 1928 году, на восьмом съезде в ЛКСМ, Сталин призывает молодёжь учиться. Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой. А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех. Не у врагов, а у друзей. Особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами. Над нашим невежеством. Над нашей отсталостью. Нам нужны большевики-специалисты по металлу, по текстилю, по топливу, по химии, по сельскому хозяйству, по транспорту, по бухгалтерии. 13 июля 1928 года, выступая на собрании актива Ленинградской организации ВКПБ, Сталин призывает ускорить темпы образования новой технической интеллигенции. Он подчеркивает, что надо обеспечить учащихся в материальном отношении. Советская власть пошла на то, что затраты на образование новых кадров приравняла по своему удельному весу затраты на капитальное строительство промышленности и решила выделять добавочно на это дело более 40 миллионов рублей ежегодно. В итоге, за годы довоенных пятилеток численность специалистов с высшим образованием выросло с 233 тысяч до 909 тысяч специалистов, то есть почти в 4 раза. При общем росте кадров с высшим образованием приоритет давался кадрам с инженерной подготовки инженеров. С началом индустриализации перед руководством страны возникла необходимость изменения всей практики хозяйствования. Новые хозяйственные задачи требовали не только изменения структуры промышленности, но и всей системы управления производством. Сталин, как политический руководитель индустриализации, занялся разработкой этого вопроса. В 1931 году, выступая на первой Всероссийской конференции работников социалистической промышленности, он сказал, что план 1930 года не выполнен, потому что мы плохо руководили предприятиями. В то время на заводах существовал такой порядок, там было своего рода две власти. Было два директора, технический директор, старый специалист, и директор-коммунист. Но фактически в руках технического директора обычно сосредотачивалось все управление предприятием. По этому поводу Сталин говорит так. Лет 10 назад был дан лозунг, так как коммунисты технику производства еще как следует не понимают, так как им надо еще учиться управлять хозяйством, то пусть старые техники, инженера-специалисты ведут производство, а вы, коммунисты, не вмешиваясь, изучайте технику, изучайте науку управления производством, не покладая рук, чтобы стать настоящими руководителями. А на деле, продолжал Сталин, вторую часть лозунга отбросили, так как учиться труднее, чем подписывать бумаги, а первую часть окошлили, истолковав не вмешательство, как отказ из изучения техники производства. Процессы по организациям вредителей – это сигналы того, что этот лозунг устарел и требует замены. Пора отбросить старый лозунг о невмешательстве в технику и стать самим специалистами, знатоками своего дела. Более подробно Сталин осветил новый подход к решению хозяйственных задач в речи «Новая обстановка, новые задачи хозяйственного строительства» на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года. Он выделил шесть новых условий развития промышленности Советского Союза. Это новый принцип обеспечения предприятий рабочей силы, оргнабор рабочих для промышленности путем заключения договоров хозяйственных организаций с колхозами и работниками. Второе условие – это по-новому организованная заработная плата. Создание такой системы тарифов, которая учитывала бы разницу между трудом квалифицированным и трудом неквалифицированным, между трудом тяжелым и трудом легким. Что позволит ликвидировать текучесть рабочей силы и будет стимулировать работников учиться и повышать свою квалификацию. Третье условие – это новая организация труда, отмена непрерывной рабочей недели и повышение ответственности за порученную работу и механизмы. Четвертое условие – это создание научно-производственной технической интеллигенции рабочего класса. Сталин выдвинул следующее предложение. Производственная техническая интеллигенция рабочего класса будет формироваться не только из людей, прошедших высшую школу. Она будет рекрутироваться из практических работников наших предприятий, из культурных сил рабочего класса на заводе, фабрике, в шахте. Задача состоит в том, чтобы не оттирать этих инициативных товарищей из низов, смелее выдвигать их на командные должности, дать им возможность проявить свои организаторские способности, дать им возможность пополнить свои знания и создать им соответствующую обстановку, не жалея на это денег. Это была знаменитая сталинская система выдвиженцев. Она позволяла человеку с самых низов подняться до руководителя крупного предприятия или даже министра. Сталинскими выдвиженцами были Ефремов, Малышев, Шахурин, Устинов, Зверев. Все они начинали свою трудовую деятельность простыми рабочими, а стали наркомами СССР. Также Сталин призвал изменить отношение к старым техническим специалистам, так как в их среде наметился поворот в сторону советской власти. В силу того, что вредительские элементы были разгромлены, а успехи советской власти были налицо. Теперь надо проявлять к ним больше внимания и заботы, смелее привлекать их к работе, сказал он. Так Сталин сформулировал основы той кадровой системы, с помощью которой он создал крепкие кадры руководителей народного хозяйства, руководителей партии и военачальников. В подавляющем большинстве это были мужчины. Среди руководителей народного хозяйства было очень мало женщин. Если не считать Александру Михайловну Калантай, из когорта старых ленинских кадров, можно назвать Полину Семеновну Жемчужину, жену Молотова, наркома рыбной промышленности, Марину Дмитриевну Кавригину, министра здравоохранения СССР и РСФСР. Недоброжелатели Сталина утверждают, что он не любил женщин, руководителей. Все гораздо проще. Работа руководителя народного хозяйства в те годы требовала полной самоотдачи, а ответственность была колоссальная. Женщин, готовых поступиться всем, в том числе и личной жизнью ради высокой должности, было не так много. Хотя они были. Таким образом, в Советском Союзе под руководством Сталина был создан огромный кадровый резерв, основу которого составили выходцы из народа, из рабочих и крестьян, дети рабочих и крестьян. Они становились инженерами, учеными, врачами, руководителем предприятий, военачальниками. Были высвобождены огромные творческие силы народа. Благодаря этому, наша страна стала мощнейшей мировой державой. Спасибо, Татьяна Аблодировна. И вновь продолжает с собой, и сердцу тревожил в груди, и Ленин, такой молодой и юный, октябрь 9. И Ленин, такой молодой и юный, октябрь 9. Редактор субтитров А.Семкин